Ежедневно с завода «Алтайские лесные машины» выезжают один-два новеньких трактора. Это 25-30 машин в месяц и около 300 в год. Предприятие производит гусеничную технику и запасные части к ней для лесной, нефтегазовой и энергетической отраслей промышленности. Конструкторы провели модернизацию техники и разработали новые образцы продукции. За последние три года парк оборудования обновили на 50 процентов. Автоматизированные станки позволяют быстрее и с меньшими трудозатратами выполнять различные виды работ. Станок позволяет оперативно вырезать детали любой конфигурации. На данном станке до 16 миллиметров с наибольшей точностью, то есть вплоть до сотых миллиметра отверстия. В данный момент идут комплектации кабин на 13 машин. Идет пять программ, это полностью на одну кабину. Программа станка лазерной резки выполняет работу за 50 минут. Старым же требовалось не меньше двух часов. Также запущен швейный цех по пошиву спецодежды хорошего качества. В работу введено уже более 6000 квадратных метров производственных и складских площадей. В этом году планируют ввести литейный участок. Всего застроить хотят 57 тысяч квадратных метров. А с увеличением объема производства возникнет необходимость в молодых квалифицированных кадрах. Коллектив, наверное, раза в два увеличится, если объем... Как бы не в три. Даже в три. Даже в три раза, да. А это значит, ну, человек 200, больше 200, наверное, надо будет, да, принимать на работу. И работа с кадрами сегодня тоже на первом плане. Предприятие в свое развитие вложило уже 200 миллионов рублей. Общий объем инвестиций в строительство новых корпусов, говорит руководство, составит порядка полутора миллиардов рублей. Еще столько же намерены вложить в оборудование. К 2025 году объемы производства должны вырасти в два раза. Юлия Щепина, Александр Антропов. День с толком.